Привет! Ой, ой, все хорошо? Все, мы встали! Еще не уверена, но уже четырьмя ногами чувствуют землю. В конце января в Краснощековском районе лошадь попала в ДТП. Открытая рана ноги. Шесть суток неравнодушные волонтеры-медики пытались забрать животное с мороза и начать лечение, но не могли. Там целая операция была по спасению. Изначально ее с поля вывозил Роман Дроботов со своей супругой и с другими жителями Краснощеково, села. Там, где она, собственно, после ДТП и стояла. Более шести суток, голодная, на холоде, то есть с открытой раной ноги. Сотрудники ГИБДД по непонятной причине запрещали забрать лошадь с места, ссылаясь на то, что якобы она участник ДТП. На самом деле это никак не связано с нормой закона, и я вынуждена была обратиться с жалобами в соответствующие органы. После спасения молодую лошадь, ей нет и двух лет, приютила медсестра Наталья. Начались уколы, перевязки. Некоторые поставили крест на кобыле, мол, открытый перелом фатален для лошади. Но новосибирские специалисты подарили надежду. Как сказала Наталья Владимировна при осмотре, то есть оторванная часть ноги была абсолютно живая. И копыта, и кровоснабжение не было нарушено, то есть поэтому шансы были. Вправили сустав, лошадка встала на ноги. Изможденное животное начало поправляться. Уже плюс 70 килограммов. Это для нее лакомство, да? Да. Она радуется. Бару такое делает. Ела, ела, ела. Она такая изголодавшаяся была. На днем и ночью ела. А что ее любит больше всего? Морковку любит, кашу любит, овес любит. Пакетом засушишь, она уже сразу где кто. Вкусняшки, еда, медикаменты, марли, бинты. То, что сейчас необходимо для лечения и восстановления леди-легенды. Такую кличку дали девочки. Впереди у нее еще одна операция и долгие месяцы восстановления. Посильную помощь может оказать любой из нас. Реквизиты на вашем экране. Ну а что касается полноценного выздоровления, то оно возможно. Скакать, конечно, вряд ли получится, однако ходить легенда однозначно будет. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...